Из-за обильных дождей в регионе вышли из берегов водоемы. По последним данным, в ночь на 27 июля уровень воды в реке Икеи, в Тулумском районе, в реке Бирюса, в Тайшетском районе достигнет и даже превысит критические отметки. Где эвакуировали людей и какой урон вода уже нанесла людям, узнаете в следующем сюжете. Потерянный урожай – лишь одно из последствий подтопления в садоводстве Ясная Поляна под Ангарском. На этой территории с года в год река Китой выходит из берегов. Вот и на этой неделе вода вновь поднялась. Здесь насыпь была большая, что вода не должна была заходить. Всё размыло, больше ничего нет. Никаких мы сами берега укреплений, ничего мы не делали. То есть нам обещали сделать в этом году, но ничего не происходит. То есть приехали, просто убрали плиты, которые лежали на реке, и больше ничего, всё, берег стал пустой. Укрепить береговую линию должны были ещё в прошлом году. По решению суда, Енисейское бассейновое водное управление должно было подготовить проект и провести береговое укрепление к лету 2023 года. Но ВОЗ и ныне там. Чиновники изначально сделали проект, который просто невыполним. И изменения в проект они внесли только лишь в июне месяце 2024 года. А в июле месяце нас опять затопило. Садоводы решили не ждать, когда дома уйдут под воду и готовят обращение в прокуратуру. Сейчас вода отступила. Зато прибыла в других районах Иркутской области. Из посёлков Октябрьский и Усть-Кадуй и вовсе пришлось эвакуировать на вертолётах 16 жителей. Часть из них остановились у родственников, остальные в пунктах временного размещения. Давайте я проскочу и вам помогу. А нет, я сама. В Нижнеудинском районе действует режим ЧС. Там река размыла мост на трассе между районом-центром и Чуной. Сейчас там ведутся ремонтные работы. В Нижнеудинском, а также Тайшетском и Тулунском районах вода зашла на 30 участков. Подтопило 20 жилых домов и 3 участка дорог. Всего из пострадавших поселений эвакуировали больше 60 человек. Половина из них – дети. При этом в некоторых районах вода пошла на убыль. В Тайшетском районе река Бирюса успокоилась и освободила 45 участков, школу и клуб. Но расслабляться рано. Ночью вода вновь прибудет. Повышение рек прогнозируют и в Тулунском районе. Юлия Шенкарюк, Дарья Эйвазова. Новости по будням.